Обидно, если бы вот такие вещи встречались только в одном месте, это было бы, когда-то говорило о чем-то таком очень специальном для равнина утопии. Нет. Вот равнина утопия, вот равнина отсюда. Далее эти две области отстоят друг по другу на тысячи километров. Там и там наблюдаются одинаковые структуры, одинаковые потоки. Я сравнивал их с типичными подобными лад. Вот это изображение с высоким разрешением. Вот это потоки углавы, это равнина серия, это мазаринская равнина. Вот что мы видим на поверхности, здесь и здесь. Это гладкая регулирующая поверхность, лишенная камней. И вот что мы видим в разрезе, там где края потоков скрыты либо ударным градкам, либо видны в каких-то усупах. Это слоистая толща с такими очень ровными, зазубленными краями, здесь и здесь. Вот такие потоки бацидарии выглядят все по-другому. Это гладкая поверхность с ямками, с многочисленными камнями на поверхности. В разрезе она представляет собой такую массу, структурированную массу камней и тонкоизиадистового материала. То есть исследование вот этих потоков с максимально возможным разрешением тоже говорит о том, что это не лавовые потоки, это, скорее всего, грязевые потоки. Таким образом, присутствие вот таких необычных форм рельефа типа грязевых потоков тоже согласуется с переводцией Дима Баркера. Ну вот, я теперь буду переходить к суммированию того, что мы видели. И у нас, конечно же, нету никаких прямых доказательств существования океана на Марсе. Да и какой автоматолог и доказательств? Мы собираем систему косвенных свидетельств того, что такое образование существовало на Марсе. И если его эти косвенные, так как-то, суммировать, как-то, и сформулировать, то можно сказать, что если что-то ходит, как утка, или что-то крякает, как утка, или что-то оставляет утиные штучки повсюду, то это, наверное, нефть и утка. А вот, собственно, все, что я хотел вам сказать. Спасибо за внимание. Спасибо.